В интернете намного проще представиться кем-то — подругой, мамой, братом или даже учительницей русского языка. Достаточно взломать аккаунт нужного человека или вслепую сыграть на родственных чувствах. Часто деньги в интернете выманивают именно так. Предположим, вам в соцсети или в скайпе приходят сообщения от друга. Он пишет, что попал в беду, просит денег в долг и умоляет перевести их сейчас же на карточку или кошелек. Прежде чем броситься выручать товарища, вспомните о том, что писать вам может вовсе не он. Лучше всего сначала позвонить человеку. Наверняка выяснится, что никакой беды нет, а просто взломали аккаунт. Или можно задать в переписке какой-нибудь контрольный вопрос, на который мошенник не сможет ответить. Например, хорошо, сейчас посмотрю, что могу сделать, а ты пока напомни, как зовут нашего учителя по литературе, что-то вылетело из головы. Другой вариант. Злоумышленник никого не взламывает, а просто пишет сообщение о помощи всем подряд. Вдруг кто-нибудь поверит и откликнется. Самое действенное. Выдать себя за кого-то из близких. Мама, я попал в аварию, нужны деньги, переведи их, пожалуйста, на этот номер телефона. Пап, у меня проблемы, я в больнице, пишу с чужого телефона, кинь, пожалуйста, деньги на этот кошелек. Маме не говори. Под влиянием эмоций мама и папа тут же переводят деньги куда нужно. То, что сообщение пришлось неизвестного номера, только усиливает их волнение. Передайте родителям. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, связаться с якобы пострадавшим по его реальному номеру телефона. Если телефон недоступен или не отвечает, попробовать связаться любым другим способом. Иногда абонент не в зоне действия сети, значит только то, что человек едет в метро и ничего другого. Чтобы выманить деньги, мошенники могут представиться не только другом, знакомым или родным, но и целой организацией. И об этом в виде обмана наш следующий рассказ.